К другим темам. 8 лет строгого режима. Суд Ненецкого округа оставил без изменений приговор экс-заместителя командира отдельного взвода ДПС Евгения Ольховского, которого ранее обвинили в получении взяток. Напомню, в декабре прошлого года бывшего сотрудника ГИБДД суд Наринмара осудил на 8 лет лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. Об этой истории в нашем регионе журналисты говорили не так уж и часто, ведь речь о взятке, которую получил сотрудник ГИБДД, при этом бывший заместитель командира отдельного батальона. Чтобы закрыть административные дела водители Евгений Ольховский запросил 93 тысячи рублей, при этом извест на трех эпизодах. В двух из них он запросил по 45 тысяч рублей и в последнем всего лишь 3 тысячи, но этих денег хватило, чтобы угодить за решетку на 8 лет. Уроженец Ростова-на-Дону Евгений Ольховский на службу в ГИБДД Ненецкого округа попал всего несколько лет назад, но уже совсем скоро он оказался на скамье подсудимых. Его обвинят в получении взяток. Впервые против закона экс-сотрудник полиции пошел 10 февраля 2013 года. Тогда, чтобы вернуть водителю его права, Евгений Ольховский у автолюбителя в качестве вознаграждения попросил 45 тысяч рублей. После снова та же история. При этом осужденный действовал в сговоре своим подчиненным, который не смог умолчать и о черных делах рассказал сотрудникам ФСБ. Уже в конце 2013 года бывшего замкомандира взвода ДПС городской суд признает виновным. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти на срок 2 года 8 месяцев со штрафом в размере 3 миллиона рублей и с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Но Ольховский с данным приговором не согласился и апеллировал. Его осужденный, к слову, вообще не признал своей вины. Дело пересмотрели 13 апреля. Суд апелляционной инстанции проверил доводы апелляционной жалобы Ольховского и по результатам приговора Наримарского городского суда оставил без изменения. Во время следствия Евгения Ольховского его бывшие коллеги охарактеризовали как добросовестного, ответственного и грамотного сотрудника ГИБДД, но к этим доводам суд не прислушался. Что касается сообщников осужденного, то по ним сейчас проводится отдельная проверка. Скорее всего, причастных к этой истории тоже ждет судебное заседание. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.